Врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук, заместитель директора по образовательной деятельности, заведующий хирургическим отделением научного медицинского центра имени Блохина Петровский Александр Валерьевич. Здравствуйте, Тина. И врач-пластический хирург, кандидат медицинских наук, действительный член Международного общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Мельников Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, рад вас приветствовать, спасибо, что приехали через пробки. И мой первый вопрос. По эпидемиологии рака молочной железы, кто наиболее чаще страдает, в каком возрасте нужно проверять, проходить скрининг, что скажете? Наверное, я начну с этого вопроса. Рака молочной железы чаще болеют женщины, и это не шутка, потому что мужчины тоже болеют, примерно 1% от всех раков молочной железы, это рак молочной железы у мужчин. Но все-таки для мужчин это редкое заболевание, а для женщин действительно самое частое. И рак молочной железы может возникать в достаточно молодом возрасте в том числе, но тем не менее, чаще всего он возникает в возрасте старше 60 лет. Медиана заболевших порядка 62-63 лет. И поэтому скрининг на рак молочной железы, который существует в большинстве развитых странах, и существует в том числе в Российской Федерации, он начинается в возрасте в каких странах? 40-45-50 лет. В России начинается в возрасте 40 лет. Скринговым методом является маммография, которая выполняется один раз в два года, от 40 до 75 лет. Продолжать в более старшей возрастной группе скрининг нецелесообразно. Искать рак у молодых женщин в отсутствии каких-то особенных факторов риска, в первую очередь наследственного фактора, генетического фактора, тоже нецелесообразно. Поэтому для большинства женщин от 40 до 75 лет маммография один раз в два года. Значит ли это, что женщинам до 40 лет совсем можно не беспокоиться о том, что у них может возникнуть рак молочной железы и не нужно делать, например, УЗИ молочных желез? Делать УЗИ молочных желез в отсутствии каких-то жалоб нет необходимости. Было достаточно много исследований, которые пытались проанализировать роль УЗИ в скрининге рака молочной железы, и эти исследования оказались неудачными. То есть метод ультразвуковой диагностики, он очень хорош и очень нужен для дополнительного исследования молочных желез, но как скрининговый метод он себя не оправдал. Поэтому вот просто так, если ничего не болит, на всякий случай сходить сделать УЗИ, в этом большой необходимости нет. Но есть достаточно узкая категория женщин, тех, у которых большое количество родственников болело раком молочной железы или раком яичников, или те, у которых известно, что есть мутация, которая приводит к возникновению злокачественных опухолей. Вот для этих женщин, даже начиная с более юного возраста, в некоторых случаях там даже начиная с 25-летнего возраста, целесообразно выполнение магнитно-резонансной томографии для того, чтобы диагностировать вот этот наследственный рак на ранних стадиях. Спасибо большое. Вам есть что дополнить? Ну, на самом деле, да, потому что я бы еще хотел сказать, что у нас в популяции растет количество пациенток с имплантами. И вот, наверное, это, поскольку я там активно занимаюсь этой историей, и вношу вклад в развитие самой популяции пациенток с имплантами, наверное, частота выявляемости рака на ранних стадиях будет расти, потому что этих пациенток все больше и больше идет. Мы их отправляем на УЗИ раз в год однозначно. И у этих, у кого установлены импланты, вы их отправляете ежегодно на УЗИ молочных желез. Потому что установка имплантов увеличивает риск развития рака молочной железы? Нет, 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 нет. Вот это прямо, давайте об этом скажем обязательно. Обязательно. Да, 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 конечно. Да, 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 да. Риск развития рака молочной железы не увеличивает. Но импланты являются народным телом, и организм с имплантами взаимодействует. И помимо каких-то там, ну, разрывов имплантов или еще чего-то, бывают поздние серомы, бывают скопления жидкости, бывают нарушения, там, локальной целостности капсулы вокруг импланта. И в целом пациентки становятся более мнительны в отношении здоровья своей груди, и любая какая-то жалоба, на которую большая часть пациенток, может быть, закроет глаза и не пойдет в доктор, они прибегают сразу же. Поэтому мы вот прям плану говорим раз в год ходить и делать ультразвуковые исследования, как как раз клинин каких-то проблем, связанных с имплантом. И бывает такое, что на этом плановом ультразвуковом исследовании что-то находят подозрительное, что потом там запускают цепочку последующих дополнительных исследований типа МРТ с контрастом и так далее, и действительно выявляются какие-то заболевания. Чем чаще обследуешься, тем, соответственно, больше выявляются каких-то... Ну, я не соглашусь, я, наверное, с Александром Валерьевичем соглашусь на тему того, что просто так ходить делать исследования не надо, то есть надо, чтобы аудитория нас правильно поняла. Женщинам, если у вас ничего условного не болит, у вас не стоят импланты, у вас не было никаких операций на молочной железе и не тягощен анамнез, то не надо просто ходить каждый год делать какое-то исследование. Это глупости, это прямой путь к неврозу. Абсолютно. Но при этом я считаю, что если у вас стоят импланты, то желательно держать руку на поле. Более внимательнее к себе. Не получалось историю, как с Лерой Кудрявцевой. Да. И, кстати, надо добавить, что поскольку благодаря Дмитрию в том числе популяция женщин, у которых стоят импланты, растет, то у этих женщин, когда они достигают уже того возраста, когда им необходимо проводить скрининговые исследования, тут могут возникнуть некоторые сложности с выполнением маммографии. Маммография качественно делается только в том случае, если можно хорошо сдавить ткань молочной железы, то есть создать определенную компрессию. А при установленном имплантате и относительно небольшой своей ткани, оставшейся ткани молочной железы, не всегда возможно достичь этой компрессии. И вот у этой категории женщин с установленными имплантатами и невозможностью выполнения маммографического исследования, надо искать альтернативные диагностические возможности для проведения скрининга. Потому что, несмотря на то, что имплантаты не увеличивают риск возникновения рака молочной железы, тем не менее, он у этих женщин остается ровно точно таким же, как и в популяции, у которых нет имплантатов. Поэтому, раз уж скрининг нужен, он нужен всем, и вот у этой когорты пациентов выполнение УЗИ или МРТ может играть важную роль именно в скрининге рака молочной железы. МРТ тоже используется как скрининг в данном случае? Да, в данном случае. Именно в данном случае. Вообще считается, что МРТ как скрининговый метод у пациенток с имплантами, он более информативный, чем ультразыковой диагностики? Несомненно, полностью поддерживаем. Другое дело, что все-таки это не всегда доступный метод. Он требует введения контрастного препарата. У некоторых пациентов, особенно с проблемами с почками, могут быть какие-то сложности с введением контраста. Либо в том случае, если есть металлические имплантаты, есть кардиостимуляторы. То есть мы не то, что полностью отвергаем УЗИ как скрининговый метод, просто у него есть очень узкая такая категория пациентов, которым он может быть нужен. Главное, что есть выбор. То есть есть и ультразвуковая диагностика, и МРТ-диагностика. Хорошо, вернемся непосредственно к раку молочной железы. Скажите, пожалуйста, только ли оперативное лечение нужно пациентам с раком молочной железы? И как, может быть, получится ответить на этот вопрос, как определяется сначала химиотерапия, или сначала лучевая терапия, или сначала оперативные методы ватильности? Ну, наверное, тут тоже я возьму пальбу. Первенство в этот ответ. По поводу онкологии я скажу, у меня есть сертификат онколога, я формально могу выполнить онкологические операции, но я осознанно этим не занимаюсь и не захожу в эту историю. У меня есть чем заниматься, и для того, чтобы быть онкологом хорошим, нужно быть онкологом хорошим. Поэтому, я думаю, на все эти вопросы можно сразу переадресовывать. Да, но у меня будет вопрос, кстати, касаемо именно этого момента. Но, конечно, лечение рака молочной железы, как, в общем, и подавляющего большинства злокачественных опухолей, это проблема, которая требует мультидисциплинарного подхода. Именно поэтому даже в нашем порядке, в правилах, как лечить онкологические заболевания, сказано, что необходимо проведение мультидисциплинарным консилиумом. То есть обязательно должны собраться вместе хирург, химиотерапевт, лучевой терапевт, а еще желательно морфолог и лучевой диагност, и определить оптимальную тактику лечения для пациентки. Причем для каждой конкретной. Если мы возьмем широкими мазками, что называется, то рак молочной железы, его можно вообще разделить на три группы. Это первично-операбельный рак, который можно начинать с операции, он поэтому так и называется первично-операбельный. Местно-распространенный, который надо начинать лечить с лекарственной терапией, потом, возможно, подключать хирургическое лечение. И есть еще метастатический рак молочной железы, где основным методом лечения является лекарственный, а любые локальные методы добавляются при необходимости. Так вот даже при первично-операбельном раке, то есть тогда, когда опухоль небольшая, нет поражения лимфатических узлов, все равно бывают ситуации, когда необходимо начинать с лекарственной терапии. Это зависит в большой степени от биологии опухоли, от того, хочет пациентка сохранить молочную железу, и возможно ли это при ее размере опухоли сделать, и так далее. То есть все равно существуют определенные ситуации, когда необходимо на первом этапе, даже при ранних стадиях, начинать с лекарственной терапии. Поэтому любой пациентке, которая ищет правильный для себя путь лечения рака молочной железы, мы должны посоветовать, чтобы она обязательно спросила, будет ли консилиум проведен по моему поводу, для того, чтобы определить тактику моего лечения. Отлично, спасибо. Вот как раз вопрос, кто должен оперировать рак молочной железы? Точнее, может ли оперировать пластический хирург, если предполагается, что будет реконструктивная операция? Если надо оперировать красиво. Надо сказать, что красиво надо оперировать всем. Да, желательно. Это я как женщина говорю. Или может ли делать реконструктивную операцию врач-онколог, параллельно, когда, собственно, удаляется опухоль? Вопрос вам обоим. Хотелось бы послушать вам мнение. Вот в этом вопросе есть разные подходы. Они по-разному реализуются в разных странах. Есть некоторые страны, в которых над одной пациенткой трудятся два специалиста. Онкологическую часть выполняет хирург-онколог. Реконструктивную пластическую операцию делает специалист по пластической хирургии. Это происходит одновременно на операционном столе? Ну, последовательно чаще всего. Обычно сначала некий ампутационный этап, когда надо что-то удалить, а потом уже, когда что-то надо восстановить. В России в большинстве случаев так принято, что операцию делает один человек. Иногда это командная работа, но в меньшей степени. В основном у нас те люди, которые хотят себя считать хорошими хирургами-онкологами, они владеют техникой реконструктивной пластической хирургии. И наоборот, те пластические хирурги, которые берутся за лечение пациента к раку молочной железы, они в том числе осваивают и правильное выполнение онкологического этапа операции. То есть они могут двигаться с разных сторон, но в конце концов чаще всего приходят к одному и тому же результату. Кроме того, был придуман такой термин, его назвали онкопластические операции. Честно говоря, термин мне не очень нравится, но тем не менее он существует. Когда выполняется операция с сохранением молочной железы, но при этом используются техники, которые использовали раньше только пластические хирурги для изменения ее формы и размера. Для того, чтобы пациентка, встав с операционного стола, она не только избавилась от опухоли, но ее же собственная молочная железа поменяла несколько форм, размер, и чаще всего и вторая тоже молочная железа симметрично поменяла эту форму и размер. И вот эти онкопластические техники, тут уже реже так бывает, что кто-то думает о действительно такой командной работе, вот это делает только онколог, а вот это уже пластический хирург. Тут возможность выполнения такой онкопластической резекции, и чаще всего зона ответственности именно того, кто выполняет операцию по поводу рака молочной железы. Ну, то есть в нашей стране все-таки чаще хирург-онколог. Хотя, к сожалению, до сих пор немало, а можно даже сказать, и очень много тех хирургов, которые считают, что красота – это дело 25-е, вот мое дело там отрезать, а дальше женщина уже сама решит, если ей что-то нужно, потом, может быть, когда-нибудь там еще вот есть такой, я слышал такую фразу «маленькая, плохенькая, но своя», вот тоже некоторые так говорят. Конечно, в общем, современная хирургия молочной железы от этого отошла, но вот такой шлейф, он еще остался, и некоторые не успевают запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Мы понимаем, что качество жизни все-таки один из ведущих аспектов. На сегодняшний день очень много хороших, эффективных инструментов, чтобы пациентка рака молочной железы жила долго, и очень хочется, чтобы она жила не только долго, но и счастливо. Тем более, если она живет долго. Можно я? Да, конечно, да. На самом деле, исходя из того, что мы сейчас уже успели обсудить, становится понятно, что лечение рака молочной железы – это такой мультидисциплинарный подход на уровне консилиума, и скорее, это про логистику и про правильную выстроенную мозаику каждого конкретного пациента, с чего начать, когда подключить, химиотерапия до, после, лучевая терапия в каком формате и так далее. И в данном моменте хирургический аспект лечения рака груди – это, в общем, с моей точки зрения, довольно примитивная хирургия. Она резекционная. Если мы говорим просто удаление. Да, а если мастектомия? Ну, или это все равно. Это простая операция. Потому что резекцирую, удалять – это всегда проще, чем создавать. Совершенно точно. И, к сожалению, есть определенный тренд сейчас, когда хирурги, которые занимаются этим потоки, они начинают уставать. Это скучная, однообразная хирургия, в которой мало такого творческого полета, а, безусловно, любой хирург хочет развития. И они начинают заниматься пластическими компонентами, пытаться делать реконструкцию сразу и прочее, прочее, прочее. Я вам скажу так, что я максимально против этого. У нас в России сейчас есть центры, в которых работает Александр Валерьевич, несколько федеральных центров, в котором исторически онкологи занимаются реконструкцией. И этих людей не очень много, и грань между тем, кто они, онкологи или пластические хирурги, она стирается. Вплоть до того, что я разговариваю с этими людьми, говорю, слушайте, вот вы ходите на онкологические конгрессы, вы чувствуете себя там своими? Говорят, ну, ну так. А вы ходите на конгрессы по пластической хирургии, вы чувствуете себя в своей тарелке? Больше. Понимаете? Потому что хирургический компонент лечения рака груди, то, о чем я говорю. Но, к сожалению, это прекрасно, если у человека есть возможность, люди, онкологи, умеют оперировать, умеют, обладают науками пластической хирургией, замечательно. Но, вот этот тренд начинает развиваться, и реконструкцией занимаются люди без должного образования. Потому что пластическая хирургия – это специальность. Вон точно такая же, как и онкология. И пластической хирургии нужно учиться. Которая требует полного положения. Совершенно верно. И при видимой простоте и примитивности операции, казалось бы, ну, там, вот большая грудь, где-то опухоль, там, сделай размер, как в учебнике, собери, удали эту опухоль. И все звучит очень классно. По факту, огромное количество осложнений, огромное количество недовольных пациенток, огромное количество некрасиво реконструированных молочных желез и так далее, и так далее, и так далее. И это волна, которая постепенно нас накрывает, и которая меня лично пугает. У нас есть проблема обучения и образования в пластической хирургии первичных ординаторов. Сейчас становится лучше, но там буквально несколько лет назад была проблема. А с онкологией вообще беда. Потому что первичная переподготовка, 144 часа. Ну да. Первичная переподготовка не 144 часа, а 544 часа, 540. А получали сертификат 144 часа? Это вообще странно. В принципе, 540. Четыре месяца. Четыре месяца? А до этого были сертификационные курсы 144 часа? Сертификационные, это вот раз в пять лет надо проходить. Это 144. Ты получаешь вот этот вот сертификат пластического хирурга, и все это может делать реконструкция, резекция, онтопластическая и прочее, прочее, прочее. И с моей точки зрения, это, наверное, не очень правильная конструкция, и от нее нужно пытаться каким-то образом отходить. И на всех мероприятиях, когда задается вопрос, кто должен делать реконструктивные операции, я говорю о том, что в идеале это как раз командная работа. Когда есть онколог, который убирает. Почему? Потому что даже если... Есть исследовательная тема, которые очень ярко показывают, что если человеку нужно сделать объем резекции, определенный в рамках основного заболевания, и ему же нужно сделать реконструкцию, он подсознательно будет себе облегчать работу. А скажите, пожалуйста, кто должен инициировать образование этой команды? Это пациент должен сначала задать этот вопрос своему лечащему доктору, или сам врач-онколог как-то предлагает пригласить на операцию пластического хирурга? Как это происходит на практике? Смотрите, давайте так. Мне кажется, что на сегодняшний день функционирование современного центра, занимающегося лечением рака молочной железы, без возможности выполнения полноценной реконструкции, просто невозможно. Это уже какой-то прошлый век. Поэтому вот эта возможность полноценной реконструкции, она должна быть у каждой пациентки. И для того, чтобы она была, это должно в центре функционировать. Дальше я, конечно, полностью согласен с Дмитрием, что не всегда те хирурги, которые занимаются лечением рака молочной железы, хорошо владеют методами реконструктивно-фластической хирургии и делают это на таком уровне, чтобы потом не было стыдно на всё это смотреть. С другой стороны, те люди, которые занимаются только хирургией молочной железы и, в общем, неплохо этим овладели, знать все разделы пластической хирургии тоже бывает не всегда обязательно. Я совершенно не собираюсь изменять никому форму носа, корректировать форму ушей и делать молодое лицо. Поэтому мне все знания в пластической хирургии не нужны. Я не буду это делать. При этом возможность правильного выполнения операций на молочной железе мне важно знать. Это моя работа. Другое дело, что просто не во всех клиниках, которые занимаются лечением рака молочной железы, есть такие команды, которые лечат только рак молочной железы. И это их основная работа. Мы делаем 10 операций в день на молочной железе. И, конечно, мы выполняем все возможные варианты реконструкции на сегодняшний день. В тех случаях, когда таких подготовленных команд нет, а это здесь согласен с Дмитрием абсолютно, что это пока еще единичные центры. Хотя бы просто потому, что такого потока пациентов далеко не везде можно создать. И такой команды собрать разносторонних специалистов невозможно. Там действительно необходимо создавать мультидисциплинарные команды, куда входят, помимо перечисленных химиотерапевтов, хирургов, онкологов и так далее, обязательно должен быть пластический хирург, который предложит оптимальный вариант реконструкции. А давайте кратко еще скажем, какие есть виды реконструкции. Слушайте, ну тут кратко. Я хочу на самом деле добавить по поводу Широким Маскаеву. По поводу Широким Маскаеву. Смотрите, с моей точки зрения, вообще идеальная конструкция, когда есть какое-то онкологическое учреждение, в котором крупное, в котором лечат онкологию различных локализаций. Лаваше, конечности, абдоминальная онкология, молочная железа, меланомы и прочее. Есть отделение пластических хирургов реконструктивных, которые обладают навыками, которые могут закрыть. Потому что онкология по своей сути – это резекционная хирургия. Онкология создает дефект в любой локализации. Пластическая хирургия по своей сути – это специальность, направленная, особенно реконструктивная часть, на закрытие дефекта разными способами. Пересадка ткани, использование различных артифициальных материалов, и так далее, и так далее. То есть, одна группа людей делает дырку, вторая, простыми словами, вторая группа людей эту дырку закрывает красиво, восстанавливает качество жизни, функцию, и так далее, и так далее. Поэтому в идеале некая команда пластических хирургов в учреждении, которые просто, знаете, как по вызову, приходят и закрывают дефект на ноге или на челюсти, так, как они это умеют, наилучшим способом, для каждого конкретного пациента, обладая в своих руках всем, что есть в реконструктивной хирургии, это оптимальный вариант для пациента. Идеальный мир. Будем стремиться. Такое существует. И такое, главное, да, уже есть практика. Такое существует. И, опять же, почему там, когда люди образовываются в пластической хирургии, я всегда говорю о том, что пластическая хирургия должна, пластическая хирургия должна быть эрудированным человеком, он должен разбираться во многих областях, в том числе и в носе, и в ушах, и так далее. Да, он может не делать эстетические операции, но в идеале, если ко мне привезут, допустим, ребенка с дефектом кончика носа, я смогу этот дефект закрыть лучше, чем это сделают в районной больнице. Потому что у меня есть специальность. Я знаю по этой специальности, и я знаю, как в разных областях тела можно использовать человеческий материал, как складывать вот эти кубики лего. То же самое по поводу реконструкции груди. Варианты в реконструкции груди существует огромное количество. Ну вот условно есть, когда устанавливаются импланты. Свои ткани и не свои. Да, свои ткани и не свои ткани. Широкие мазки. Да. Хорошо. Есть ли какие-то... И комбинации этих методов. Треть. Да. От чего это зависит? От чего зависит выбор вот своими тканями или не своими тканями? Это от объема оперативного вмешательства, от наличия метастазирования, допустим, или что-то еще? Это точно не зависит от наличия метастазирования. Это зависит от того, какой объем ткани надо удалить, какой объем ткани надо восполнить и когда это делается. Потому что если... Да. И еще это зависит от телосложения человека. Потому что если мы говорим про восстановление собственными тканями, эти ткани надо откуда-то взять. И если этих тканей у человека нету, скажем, если это очень стройная девушка, то невозможно взять ей участок живота и пересадить на грудную стенку. То есть взять-то можно, но, во-первых, этот результат будет эстетически так себе, потому что она худая. А во-вторых, будет большая дырка на животе, которую тоже надо будет чем-то закрывать. Поэтому тут нету вот такого, когда иногда приходят пациенты, какой самый лучший способ реконструкции? Не-не, такого вообще не существует. Какой самый лучший реконструкционный способ для меня? Вот этот правильный вопрос. Я согласен, потому что в каждом конкретном случае нужно выбирать, потому что существует отсроченный реконструкция. Я больше того скажу, слушайте, опять же, возвращаясь к коллегам нашим онкологическим, вот сейчас есть тенденция. В большинстве случаев, выполняя мастектомию, ставится экспандер. Причем это тенденция во всем мире. Это промежуточный... Экспандер это условно пустой имплант, который можно раскачивать. Как шина в автомобиле. Можно создавать форму груди, поддерживать кожу после мастер-кодомии и так далее. И считается, что это какой-то правильный шаг в плане реконструкции. С точки зрения психологии пациентки, она понимает, что она лечится от болезни и выходит из заболевания на груди. С моей точки зрения, например, иногда этого делать не надо. Более того, чаще этого делать не надо, нежели надо. Потому что, классическая ситуация, приходит пациент, и, слушайте, у меня опухоль, болезнь поставили, вот планируется мастектомия, кожа сохранная, сохранение кожного чехла, и хотят, собственно, поставить экспандер, ну и чтобы потом он там раскачать и прочее, прочее, прочее. Звучит все очень круто. Прям реально классно. Но, первое, кожа сохранная мастектомия сама по себе операция, которая несет в себе осложнение. Наличие народного тела утяжеляет в течение послеоперационного периода и увеличивает риск осложнений. Ключевой вопрос. Не всегда известно, нужна ли лучевая терапия. Лучевая терапия, как воздействие на область операции, до 70% осложнений, ассоциированных с наличием народного тела после лучевой терапии. Вопрос. Надо ли из трех вот этих факторов зачем-то пытаться делать реконструкцию? Переведите одномоментную реконструкцию в отсроченную. Рассчитайте правильный тайминг, то, о чем мы говорим. И сделайте ее через год. Когда человек вылечится условно, пройдет химиотерапию, пройдет лучевую терапию, пройдет основное лечение и уже может заниматься восстановлением и начинать этот путь. Потому что реконструкция груди, то, что мы говорим пациентам, это не операция. Это не то, что приходит пациент и говорит, я хочу сделать реконструкцию. На тебе. Да, ну то есть вот, знаете как, продайте мне айфон, на, держи. Это не работает так. Реконструкция груди, это процесс. Этот процесс занимает время. Он может занять год, может два, может три. Может несколько операций. Да, может и десять операций. Все зависит от перфекционизма, все зависит от того, какая планка ожидания у пациента. И так далее, и так далее. Это настолько сложная конструкция, что вот с моей точки зрения, пытаться сразу все в одно, ты толком полечить не можешь. Потому что если возникают осложнения, химиотерапия откладывается, там лучевая откладывается, теряется время. Поэтому здесь, как бы, все должно быть очень правильно и сбалансировано. Почему я говорю про то, что онколог, первая задача онколога, не реконструкцию сделать, а вылечить, ну не вылечить, а попытаться вылечить человека от основного заболевания. Реконструкция в данном случае, она вторичная. Потому что опять же, есть тенденция сейчас делать реконструкцию всегда. всем, вот независимо, надо, не надо, и так далее. Я там, ну, в каких-то кулуарных беседах, я призываю этого не делать. Для этого... Я вот, позвольте тоже прокомментировать, я полностью согласен с основной мыслью, которую сейчас Дмитрий высказал, но тем не менее, есть нюансы. Нюансы заключаются в том, что, да, если мы будем бояться осложнений, тогда вообще очень многих операций делать не нужно. И все-таки определенный опыт подсказывает, что есть некие технические приемы, которые позволяют эти... риск этих осложнений снижать. Ну, и опыт, конечно, тоже позволяет их снижать. Хотя полностью согласен со всем тем, что сказал Дмитрий, что риск этот все явно немал. Но для многих женщин сохранение своего сосково-ареалярного комплекса является психологически важной задачей. И вот если откладывать реконструкцию на отсроченный этап и ничего сразу не делать, то вероятность его сохранения в эстетически привлекательном виде крайне низкая. Поэтому если мы говорим о выполнении кожесохранных операций с сохранением сосково-ареалярного комплекса, то все-таки их лучше выполнять с одномоментной реконструкцией, несмотря на эти риски, несмотря на то, что может потребовать какие-то там последующие отсроченные операции или запланированные отсроченные, если мы говорим про установку имплантата. В противном случае в моем... мой опыт подсказывает, что сосково-ареалярный комплекс не выглядит сколь-либо привлекательно, если даже делать просто подкожную астоктомию и оставлять эту кожу на грудной клетке. Поэтому очень правильно сказал Дмитрий, что это очень индивидуально. Как вот не надо говорить, что всем надо делать этот момент на реконструкцию, вот точно так же не надо... Нельзя, неправильно говорить, что всем надо делать отсроченный реконструкцию. что для каждого пациента, в зависимости от его конкретной ситуации, надо выбирать тот вариант, который ему будет подходить. Больше всего подходит, исходя из особенностей течения болезни, исходя из особенностей пациентки физической, исходя из особенностей пациентки психологической. Все-таки есть женщины, которые приходят и говорят, что вот что хотите со мной делаете, но если я не буду понимать, что вот моя железа начала восстанавливаться прямо сразу, то вот я там, не знаю, выйду в окно. Такие случаи тоже встречаются. Поэтому здесь вот надо находить тот самый баланс, который с одной стороны не приведет к 70% усложнениям, а с другой стороны не приведет к тому, что всем подряд будут делать мастэктомии, а вот потом может быть, и, кстати, большая часть женщин потом не придет. Большая. Здесь, знаете, очень важно еще проявить, конечно, навыки коммуникации каждому врачу, кто будет разговаривать, чтобы все-таки совместно, наверное, принимать это решение, чтобы женщина понимала все риски, все последствия, будет ли выглядеть красиво или нет в последствии, если отсроченное. То есть... Совершенно точно. Это один из ключевых вопросов, потому что вообще это уже пластическая хирургия в чистом виде, то есть работа с ожиданиями пациента это залог успешной операции. Но параллельно с ее техническим совершенством, то есть условно вы можете сделать блестящую реконструкцию, блестящий шить сосуды и гордиться скоростью выполнения, но пациентка придет и скажет, слушайте, а мне не нравится. Мне не нравится. И ты можешь бить тебя в грудь бесконечно долго и говорить, да как? Да мы сделали впервые в мире. Туда-сюда. А где перламутровые пуговицы? Да, понимаете, то есть мы оперируем женщин, мы оперируем зачастую женщин активных и с определенной планкой ожиданий. Поэтому вот этот вот разговор с пациентами и попытка понять, что это за человек, чего он хочет от операции, насколько это достижимо, может быть, эту планку опустить, и сказать, в данном случае это то, что вы хотите, невозможно сделать. Потому что к медицинской 4-м прямо приходят пациентки, которых уже прооперировали, которые недовольны результатом, и они приходят ко мне как к эксперту, и я им говорю буквально следующее. Послушайте, вам из того, что у вас было из той клинической ситуации, которую вы начали, то, что у вас есть, это хороший результат. Вы не вернетесь в состояние до болезни. Потому что для многих пациенток вот этот вот реконструктивный момент, это попытка как бы вычеркнуть из своей жизни, не принять, а вычеркнуть рак. Да. И подключаем в команду психолога еще. На самом деле. Не сомнение. Не сомнение. Потому что действительно вот эта пациентка ищет врачей, которые ей пытаются сделать эту грудь. А глубина заключается вся в том, что не грудь нужна. Принятие болезни. Ей нужно принять, что с ней это случилось, пройти это, сказать, да, хорошо, я заболела, да, у меня нет груди, но я, слава богу, прошел там, не знаю, 7 лет, я могу сказать, что я практически здоровый, и я хочу жить полной жизнью. И все равно, есть ли она или нет. Понимаете? Вот как бы реконструкции пластической хирургии. Есть общая фраза на тему там. Мы за качество жизни пациента. Хорошо. Мы там, сосок, очень важен для пациента. Наверное, важно. Глупо с этим спорить. Но, что лучше? Сосок, сохраненный после лучевой терапии, который не чувствует, который прилеплен на импланте, скукоженный и мало напоминает сосок, или его удалить? Ну, вы, конечно, в данном случае, полярность некоторую. Это, на самом деле, то, что нужно обсуждать с пациентами. Которая бывает, да. Условно, Екатерина. Вот смотрите, есть вариант А, есть вариант Б, есть вариант С. Плюсы, минусы, плюсы, минусы, плюсы, минусы. Давайте вместе выберем. Это правда. Надо информировать и рассказывать не только про возможные успехи, но и про возможные неудачи. Конечно. Совершенно верно. Поэтому мы с пациентами, ну, вот я с вами пациентами, я сажусь, рассказываю о том, как может быть, с чем она может столкнуться. И только после этого мы принимаем решение о том, каким путем двигаться. Потому что иногда после разговора с пациентом пациентка может сказать, слушайте, а, наверное, не надо, а, наверное, или нет, я хочу по максимуму. Окей, хорошо, давай двигаться по максимуму. То есть это вопрос про... И опять же, это то, чему учат специальности пластической хирургии целенаправленно. Потому что это ключевой момент. Потому что если ты занимаешься эстетикой, и ты этого не делаешь, тебя затаскают по судам. Просто затаскают. Ну и все больше все-таки начинают обучать и врачей других специальностей. Да. И вот этот момент... Так много как хотелось бы. Про психологический аспекта? Конечно, несомненно. Про коммуникацию, про психологический аспект. Потому что это вот эта вот история, когда на потоке делают, я не знаю, огромное количество мастектомии, и у доктора просто нет времени поговорить. И он говорит, да, все сделаем, все вылечим, давай следующий, давай следующий и так далее. Это рано или поздно будет приводить к тому, что будут появляться недовольные пациенты. Да. Здесь у нас есть некоторые вопросы от слушателей. Стоит ли ожидать фиброзирования окружающих тканей после, я так понимаю, реконструктивной операции? После лучевой терапии несомненно будет фиброзирование тканей. Это, собственно говоря, ожидаемый эффект от лучевой терапии. Вопрос, насколько этот фиброз выражен, насколько он... После установки имплантов. Все же, да. После установки окружающих тканей. Ну, в общем, не обязательно. Нет, есть капсулы. Капсулы — это фиброз. Да. То есть капсулы есть всегда. Просто степень этой капсулы и как это выгодно. Но это все-таки не совсем окружающих тканей. Ну да, сложно понять. Потом, опять же, мы говорим о реконструктивной операции после выполнения мастектомии. Это, скажем, одна ситуация. Там практически из окружающих тканей кожа, мышцы, может быть, в некоторых случаях. Если мы говорим про, скажем, органсохранные операции, какие-то реконструктивные компоненты, то и остается ткань молочной железы. То вот фиброз из-за имплантов ожидать этой ткани, в общем, сложно. Хотя после органсохранной операции будет лучевая терапия, поэтому там будет фиброз скорее связанный с лучевой терапией. Это немножко неоднозначный вопрос. Абсолютно. Главное, что заранее беспокоиться не надо, и важно обсуждать, какие последующие будут методы лечения. Конечно, вам хирург должен сказать, что такое может быть, и что в этом случае нужно будет делать. Может быть, речь идет про фиброз капсулы, капсулярную контрактуру. Может быть, про это идет речь. Но капсулярная контрактура бывает, это вообще не редкость. Особенно, если операция сопровождалась выполнением лучевой терапии еще последовательно. Тут риск в разных исследованиях, от 30 до 70%, действительно, и это требует каких-то иногда значимых воздействий. Опять же, тоже все надо обсуждать. Если человек худой, если у человека нет своих тканей, по сути, нет варианта, кроме как ставить импланты, использовать аналоговые тела, то он, к сожалению, просто нет другого или вообще не делает реконструкцию. Конечно, в моей философии существует реконструкция собственными тканями. Если есть такая возможность, нужно идти этим путем по одной простой причине. У вас есть осложнения, связанные проблемы с выполнением самого хирургического вмешательства, и все. И они заканчиваются в ближайшее время после операции. День-два условия. Ну, там, месяц. Но если ты ставишь инородное тело, ты автоматически ко всему этому плюсуешь пул осложнений, связанных с наличием инородного тела. И это на всю жизнь. Это на всю жизнь. То есть, он там через 10 лет может порваться, перевернуться, законтрактурить и так далее. Поэтому, если есть возможность избежать инородного тела, я там, например, стараюсь его избегать всячески, либо как-то комбинировать. То есть, не так, что всем там всегда надо ставить их планы. Именно поэтому, например, не надо всем делать мастектомии, а всегда, когда возможно, надо стараться делать в органно-сохранной операции сохранять свою молочную железу. Это позволяет избавиться от необходимости большого... А вот насколько возможна сохранная операция? Это в зависимости от стадии ракового процесса? Это зависит от стадии, это зависит от распространенности опухоли по молочной железе, потому что бывают мультицентрические варианты роста. Это зависит от размера молочной железы и размера опухоли, их соотношения. Но в общем, надо понимать, что органно-сохранная операция при достижении онкологически чистых краев, так называемых, так вот, они равнобезопасны с мастектомией. И риск возврата болезни абсолютно одинаковый после органно-сохранной операции, после мастектомии. Поэтому тоже мы очень медленно идем к тому, что в нашей стране 75% ранних стадий, и у нас должно быть не меньше 60% в стране органно-сохранных операций при раке молочной железы. А мастектомии только 40%. А сколько на данный момент? А на данный момент, ну, наверное, две трети, две трети операции это мастектомии. То есть это такие расширенные показания. Еще почему так происходит? Потому что мастектомия это самая простая операция. Не надо вообще ни о чем думать. Совершенно стандартные разрезы, стандартные... Все, все, ничего, мысли у хирурга ноль при этом происходит. При органно-сохранных операции надо подумать, что у тебя получится, сколько надо удалить, как достичь чистых краев, надо ли там как-то изменить форму, размер молочной железы, да, то есть тут тебе надо включать какую-то фантазию, и как вот правильно совершенно Дмитрий сказал, а зачем? Да, если вот я, если ставить, что первая и единственная и главная задача вылечить от рака, ну, тогда всем делать мастектомии. Операции типа, типа укус акулы, и на этом все заканчивается. Вернемся к имплантам. Насущный вопрос, актуальный, где брать импланты, что делать сейчас, откуда они нам поставлялись, откуда сейчас поставляются, из каких стран производятся ли в России импланты, если не производятся, то из каких стран ожидаем, ну, вообще, откуда сейчас поставляются, и ожидается ли дефицит имплантов в настоящее время? И как это происходит вот в течение этого месяца уже? Основные страны это Соединенные Штаты, Европа, Южная Америка. Южная Корея, кажется, еще, да? Южная Корея, да, но они в меньшей степени представлены в России. Китай есть, но они особенно популярны. Слушайте, ну, что будем делать? Ну, во-первых, пока ничего делать не надо. Это вопрос, который, я, если честно, уже устал на него отвечать, потому что тоже там ничего не изменилось. Чуть-чуть, фу, более того, мы сами, хирурги и пациенты, создают избыточный ажиотаж, который негативно влияет на наличие имплантов, потому что, когда все это случилось, начали там пациенты выкупать импланты, хирурги выкупать импланты, причем с позиции неважно какого размера, неважно кому, не под пациента, а просто главное их купить, там, чтобы перепродать через какое-то время, когда они пропадут, или еще что-то. То есть, это ажиотаж, он там связан с определенной паникой. Искусственно созданный дефицит, абсолютно. Да, ну то есть, все эти страны, которые вы перечислили, они продолжают поставлять в целом, как это ни парадоксально, через третьи страны, пусть, но продолжают. Это и напрямую поставляют. Логистические проблемы есть некоторые, да, потому что просто не летает напрямую самолет теперь в Голландии, в Москву, например. Они, по-моему, и не летали, то есть, они возят автомобили. и закрыты границы. по-прежнему возят автомобили. Я вот только что разговаривал с представителем компании, которые говорят, у нас все есть, у нас все есть. Как было, так и продолжается. Сейчас основная проблема в том, что все в панике начинают их скупать больше, чем им нужно. То есть, создается вот это... И клиники, в том числе, закупали. Первую очередь, да, конечно. Хотя, на самом деле, в этом нет никакого смысла, и то, что мы слышим, многие производители, они, ну как-то так, очень осторожно себя ведут, и никто не говорит, потому что мы не будем этого делать. Не знаю, кстати, почему. Пока товары, вообще медицинские товары, фактически, ни в какие санкционные списки не входят. Да. Очень небольшое число компаний, которые ограничили поставку каких-то медицинских изделий, там, лекарств, и так далее, но это, прямо, вообще не влияет принципиально на жизнь страны. Что касается имплантатов, вообще никаких, ни от одной компании на сегодняшний день заявлений о том, что они перестают, прекращают поставки в России, такого нет. Паника, в общем, создает дефицит. Совершенно точно. Да, хорошо, успокоили. А скажите, пожалуйста, как влияет наличие грудного вскармливания на установку имплантов? Может ли быть грудное вскармливание после установки имплантов и после оперативного лечения рака молочной железы? Насколько это возможно, чтобы женщины не пугались, что они не смогут никогда? Или, может быть, это действительно так? Давайте начнете вы с имплантов грудного вскармливания, я про рак в этом поговорю. Если мы говорим об эстетических операциях, то важно не наличие имплантов, а доступ для их установки. Потому что, если это классический подгрудный доступ, развес под молочной железой, и ткань железы, и протоки не травмируются, то никаких проблем нет. Это если не касаемо пациенток с раком молочной железы? Да. Если есть повреждения протоков молочной железы, проблемы с лактацией могут быть. Поэтому они могут быть и при удалении фиброденома. Могут быть, а могут и не быть. Могут и не быть. То есть это не 100%, что женщина не сможет. Но могут быть. Поэтому, соответственно, при лечении онкологических заболеваний там. При лечении онкологических заболеваний, опять же, ситуация немножко разная. Ведь есть рак молочной железы, который возникает на фоне беременности. И это вообще отдельная проблема. И в этом случае, пока мы прекращаем лактацию, мы уже научились сохранять беременность и проводить даже противопухолевое лечение на фоне беременности. И при этом рождаются абсолютно здоровые дети. И на сегодняшний день возникновения рака молочной железы на фоне беременности это не обязательно показание к прерыванию беременности, как было еще 15-20 лет назад. Вообще даже мысли не было о том, чтобы эту беременность сохранять. Сейчас, ваше, те люди, которые попадают в специализированные квалифицированные центры, сохраняются эти дети. Не соврать, у нас что-то больше 500 детей уже на сегодняшний день родилось. В России? те, которые наблюдали, те женщины, которые проходили лечение по поводу рака молочной железы в нашем центре. Теперь, что касается грудного вскармливания у тех женщин, которые перенесли рак молочной железы и выздоровели. И вот у них в ремиссии, они родили ребеночка, в принципе, у них никаких противопоказаний к грудному вскармливанию нет, вне зависимости от того, стоит у них имплантат или не стоит. Это уже вопрос проведенного лечения. Опять же, в результате лучевой терапии бывает фиброз ткани, из-за этого может с одной стороны лактация полноценной не быть, или повреждены протоки, из-за этого могут быть какие-то сложности. Но это уже такая техническая, что называется, проблема, не идеологическая. То есть, все возможно. Абсолютно. Вот еще такой вопрос, немножко вернемся назад. Может ли женщина с рака молочной железы обратиться первоначально к пластическому хирургу? Она может обратиться кому угодно, просто это странно. Но вы в любом случае направитесь. Странно, если... Вы знаете, у меня была такая ситуация буквально позавчера, когда пришла моя пациентка. Жуткая история, которую я делал лет 7 назад подтяжку лица. И она пришла с жалобами, что лимфоизов у нее вылез и так далее, подмышкой, и что в груди тоже заболела, и там пункцию сделали, она принесла бумажечку, там написано цитограмма рака. И она говорит, скажите мне, пожалуйста, что это такое? Да, она ко мне пришла к первичному пластическому хирургу, но, естественно, я ее как пластический хирург лечить не буду. Как раз потому, что для того, чтобы качественно лечить рак молочной железы, как минимум, должны быть условия в виде лучевой терапии, лучевого терапевта, химиотерапии, стационарный химиотерапевта со стороны антибиума. То есть, это должно быть какая-то... Взять должен быть огромный центр, но это должна быть конгломерация специалистов, которые могут адекватно и правильно составить план лечения в данном конкретном случае. Это морфологи, прочее, прочее, прочее. Поэтому обратиться он может кому угодно, но пластический хирург не может искать, и я более чем уверен, что ни один из нормальных, адекватных пластических хирургов не возьмется оперировать подобную историю. Ну, то есть, даже иметь сертификат онколога. Без сертификата онколога он просто не имеет права в такой момент тоже важен. Но есть другая история, на которую хочется обратить внимание. К счастью, эта история становится все реже и реже, тем не менее, бывает. Что вот мне здесь очень понравилось, что Дмирий сказал, что мы вот после лечения отправляем, после эстетических операций с имплантатами отправляем пациента ежегодно на ежегодное обследование, чтобы убедиться, что ничего плохого не происходит с реконструированной, извините, с эстетически улучшенной молочной железой. Но, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда не происходит полноценное обследование пациентки до проведения эстетической операции. Не делается полноценное исследование, кому-то УЗИ, кому-то маммография, кому-то и то, и другое, в некоторых случаях МРТ. И даже иногда бывает, что сделали, предположим, УЗИ, увидели какое-то образование, и некоторые такие смелые пластические руки говорят, но мы заодно и удалим его, не выполняя пункцию или биомсию. А потом оказывается, что рак молочной железы, а еще доктор при этом выполнил какой-то имплантат, поставил и подтяжку сделал. И из какого места это все удалено, оказывается, уже непонятно. И вот она приходит к онкологу и говорит, вот, доктор, сделайте со мной что-нибудь. И тут начинаются, конечно, проблемы, потому что не очень понятно, что с этой пациенткой сделать. А раз уж она пошла к пластическому хирургу до этого, то у нее достаточно высокий уровень ожиданий эстетических от того, что она будет видеть зеркало. И нельзя сказать просто, вот мы тебе сейчас все отрежем и все, и будет у тебя счастье в жизни. Не будет у нее счастья в жизни. То есть вот такая дилемма, что делать, она бывает встает. И поэтому, конечно, очень хотелось бы обратить внимание пластических хирургов на то, что необходимо, ну, не буду говорить про остальные органы, не знаю, но что касается молочной железы, у молодых пациенток выполнять обязательно УЗИ молочных желез, у пациенток старше 40 лет обязательно выполнять маммографию, в некоторых случаях МРТ молочных желез. И если есть там какая-то патология, которая требует дообследования, она требует дообследования, а не удаления во время операции. Спасибо большое, Александр Валерьевич, чтобы проговорили этот нюанс, потому что действительно многим, наверное, хочется сразу быстренько пластическую операцию. Действительно, когда приходят и просят. Важно пройти обследование. есть в команде морфологи, мы можем в операции сделать, допустим, патронную биопсию, трепанную биопсию, получить и поставить диагноз, что это за образование, и уже там более-менее уверенно понимать, на что ты идешь. Да. Еще один вопрос по эстетической части. Может ли добавочный вес грудных имплантов вызывать опущение груди? Ну, формально, да. Формально, да. Вся сила тяжести может вызывать опущение груди. Здесь очень много зависит. Здесь грудные импланты будут фактором риска, но они основополагающим фактором. Основополагающим фактором, который влияет на стабильность результата эстетической операции, если речь идет о подтяжке, железо уже опустилось, и мы же поднимаем и наполняем с помощью имплантов это качество кожи. Да. Возраст наверняка имеет значение. Возраст, есть ассоциации между возрастом и качеством кожи, но они далеко не прямолинейные. На самом деле, очень часто приходят молодые девушки, у которых качество кожи было просто настолько ужасное, что получить какой-то результат практически невозможно, более-менее стабильно. Или, например, пациентки после массивной потери веса, когда кожа вытягивается от пластилина, или пациентки с синдромом и проблемой синтетной ткани с переразгибанием суставов, я не говорю о каких-либо, или садангое, еще что-то. То есть, когда есть диспластики, когда кожа тянется, там, к сожалению, много проблем. Да, на самом деле, это и для онкологических пациенток очень частая история, потому что вот это понимание, что вес гравитации, силы тяжести влияет на молочную железу, которая находится в кожаном чехле, и этот кожаный чехол растягивается, это ключевой момент, который, на самом деле, как ни парадоксально, даже не все онкологи, занимающиеся реконструкцией, четко понимают, потому что классическая ситуация, с одной стороны экспандер-имплант, то есть, сначала поставили экспандер, скачали, поменяли на имплант, вот такая грудь, в общем, очень симпатично выглядит, а с контролатеральной стороны сделали подтяжку. А жизнь идет. В моменте это выглядит окей, но через, допустим, 6 месяцев или год, она приходит, и у нее уже, опа, и разница. Я говорю, а как так? Почему так? Вопрос. И не объяснили, что так будет? Понимаете? То есть, это такой момент, тело меняется, и когда меня спрашивают, слушайте, в отличие от имплантата, которые не меняются. Вопрос не меняется. А сколько длится результат операции? Неизвестно. Зависит от того, как вы будете себя вести в плане образа жизни, там, допустим, колебания веса. Они убивают результат любой конструкции или эстетики. Да, образ жизни тоже, как и науки коммуникации, и психологические аспекты, важны. Видите, у нас пазлы уже начинаются настолько сложные, что нет каких-то рецептов. То есть, это... Очень много нюансов. А на самом деле, иногда установка импланта, она как раз-таки препятствует, как там было, опущению. Опущению. Опущению груди. Зависит еще от материала, из которого сделал имплантат. Некоторые поставили, и он стоит, как влитой, навсегда. А вот грудь, которая сверху этого имплантата, начинает съезжать вниз. Это зависит от качества импланта. От его материала. От материала, да. Они разные. А какие материалы, помимо силикона, бывают, которые мы все знаем? Силикон и силикон. Ну, они формально все силиконы. Внутри у всех, да. Покрытие разное, да. Александр Валерьевич говорит о полиуретановых импланте. Они более тяжелые, да? Да. Они не тяжелые, они плотнее, они как липучка. Прилипли к грудной мышце. А, они прекрасные? Да. Они держатся прекрасно, а вот все, что вокруг них, может, не обязательно держится прекрасно. И может уехать вниз. Но иногда, я так понимаю, есть показания именно подобным имплантам. Тут вот тоже надо понимать, что и хирургические техники разные, и типы имплантатов разные. И еще способы укрытия этих имплантатов тоже разные. И вот знания о всех нюансах каждого из вариантов перечисленных, только вот понимая все это и владея всеми этими технологиями и хирургического лечения, ты можешь так находить оптимальный вариант для каждого конкретного пациента. Что тоже, к сожалению, нередко бывает, что хирурги, особенно начинающие хирурги, они вот овладеют каким-то одним методом. Вот как совершенно правильно сказал Дмитрий, и то, с чего, в общем, начинают почти все хирурги, онкологи, которые начинают заниматься реконструкцией, это вот такая простая операция удалить молочную железу, поставить экспандер, потом заменить ее на имплантат. Я начинал тоже того же самого и почти, вот я не знаю, другого человека, который бы начинал, с другого начинали люди, которые жили там 30 лет назад, хирурги, имею в виду, когда не было имплантатов. Да, вот они начинали с собственных тканей. А уже все те, кто в 21 веке решил это осваивать, вот все шли по такому достаточно простому пути. И некоторые, к сожалению, на нем остаются на всю жизнь свою хирургическую, я имею в виду. Но уже современные хирурги, я имею в виду, ваши ординаторы, например, они уже видят разные типы, и им в этом плане проще. Я вообще говорю своим ординаторам, как вам повезло. Я вот когда пришел в хирургии молочной железы, было две операции, мастектомия и резекция. Все, две операции, ничего больше. И все хирурги считали, что хирургия молочной железы это вообще не хирургия, это так, первичная хирургическая обработка раны. Если ты занимаешься молочной железой, значит ничего хорошего из тебя, хорошего хирурга не вышло, и вот тебя списали, и ты занимаешься хирургией молочной. Сейчас, когда в день можешь делать 3-4 абсолютно разных операций, на следующий день еще 3-4 еще вообще совершенно других. И, конечно, это интересно, и ты можешь полноценно реализовывать хирургией молочной железы сейчас. Да, в общем, выбор огромный. Очень творческая история. Ну, опять же, если говорить о пластической хирургии, хотя везде в медицине, вот обладая определенным навыком и зная какие-то там, условно имея в своем арсенале наборы с 15 операций, ты начинаешь для каждого конкретного случая плести вот эту вот историю. Комбинируй их, выбирай, с чего начать. Это действительно очень творческая составляющая, и это то, что там я люблю свою специальность, я думаю, Валерич любит точно так. И я тоже за это люблю. Тоже нашу специальность, да? Свою специальность. Это здорово, на самом деле, нужно не забывать. Я всегда говорю, там, молодежи свою, что, ребят, я давно занимаюсь этим, но я стараюсь, я себя где-то, может быть, даже заставляю, ловлю на мысли, что нужно видеть прекрасное в том, что мы делаем, именно в технических этих аспектах. Получать от этого удовольствие, иначе можно выгореть. Да, еще понимать, что хочет человек, это обсуждать тоже важно. Именно хирургически. Каждый день с этим мы там что-то делаем, одно и то же, плюс-минус, какая-то рутина существует. А понимать, что все-таки творческая составляющая, она существует, и ты можешь реализоваться, в том числе и как творческий человек, это очень здорово. Ну и к счастью, нам везет, что, в общем, ситуация развивается. Появляются постоянно, ну, не каждый день, естественно, но, в общем, там, на каждом этапе своего развития появляется что-то дополнительное новое, дополнительно интересное, новые технологии, которые можно владеть, новые там расходные материалы, новые какие-то приборы. Да, и вот все это приводит к тому, что ты вот только вроде что-то научился, и тут бах, тебе что-то еще надо изучать новое. Поэтому везет нам в этом плане со специальностью. Вот общим хирургам, мне кажется, меньше везет. Ну, у них тоже, наверное, кажется, это развивается там. Ну, это как придумали им лапароскопическая хирургия с тех пор. Ну, почему, да, роботы там тоже надо подумать. Лапароскопическая хирургия или лапароскопическая хирургия? Их лапароскопическая хирургия. То есть, их потихонечку вытесняют. У нас этого нет, потому что у нас все по-прежнему в руках хирурга. Но робот пока тоже с помощью человека, кстати, есть и хирурги, которые выполняют роботические операции на молочной железе тоже. Даже так не очень, честно, я вам скажу, понятно, для чего это нужно, но энтузиасты этого дела тоже существуют. Вот придумывают, куда бы еще бы применить этот робот. Ну, посмотрим, что будет через 15 лет. Посмотрим. Да, с роботами. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Если есть что добавить, если хотели бы что-то сказать, то, пожалуйста, еще слово. Мы же сказали, у нас очень интересная специальность, и мы ее любим. Мы можем разговаривать долго. Да, можно говорить, действительно. Мы же говорим, что только надо. Можно говорить. У нас еще вопрос для обсуждения кучи, но здесь надо заканчивать. Ну, слушайте, знаете, что есть возможности реконструкции, ну, там, Александр Ильич скажет, что рак от неприговора, и там, можно существовать, жить и жить счастливо, и в руках пластических хирургов, в том числе, возможность реконструировать и дарить эту счастливую жизнь. Да, и дарить, как правильно совершенно сказал Дмитрий, дарить счастливую жизнь, да, потому что мы научились хорошо лечить рак, и в общем мы научились неплохо восстанавливать качество жизни у этих пациентов. И мы рады, что мы в этом участвуем очень активно. Да, но мне бы еще хотелось вот все-таки сакцентировать внимание на том, что очень важна именно команда, потому что есть такой, такая стигма, что немножко врачи боятся приглашать других коллег. Это тоже вот такой психологический момент, и тут очень важно как раз наоборот быть настроенным на то, что командная работа, она приводит действительно к самым лучшим результатам. Абсолютно точно. И человек, который боится приглашать своих коллег, это в общем ну некий такой человек, наверное, с комплексами какими-то, и вряд ли у него широкие перспективы в развитии. Либо он уже остановился, ему больше ничего не нужно, либо он никогда ничего не достигнет. Только во взаимодействии, только в изучении возможностей смежных дисциплин ты видишь развитие, ты придешь к наилучшему результату. Только так. Да, и важно, занимаясь своим делом, все равно развиваться еще в других областях. Это прям мне кажется тоже аксиома. Справедливо для любой области. Я хочу сказать, что сейчас вообще в принципе с моей точки зрения время команды. То есть не только в лечении рака молочной железы, а даже там пожалуйста эстетическая клиника и так далее. Мне кажется, может быть мне хочется надеяться, я такой мечтатель, но мне кажется, что немножечко уходит на задний план время каких-то таких знаете выдающихся звезд хирургических, которые сияют и все меркнет, когда они заходят. То есть хороший, качественный результат, хорошая, качественная работа она может быть только тогда, когда есть на отлаженная схема работы командная, когда все работают как единый механизм. Только тогда ты можешь делать на хорошем уровне постоянно, очень качественные операции и давать результаты, которым все приходят пациенты. То есть это не хирургия одного игрока. А если у тебя есть ответы на все вопросы, значит тебе пора заканчивать. Но мы не получили ответа еще на все вопросы, потому что еще вопросов очень много и возможно в последующем еще их будем обсуждать. Сегодня тоже очень важные нюансы обсудили, прям можно чек-лист именно нюансов таких составить после нашего эфира. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. сегодняшнее. Спасибо. Спасибо.